Детский сад По госпрограмме сейчас все действия приостановлены Здесь человек находился с финансовой полицией Как я его понял, сюда было выделено 178 миллионов тенге Но 178 миллионов тенге капитальный ремонт сделать и выдать зарплату людям Я думаю, это вполне реальная сумма А куда они девали эти деньги, я вообще не понимаю Рабочие говорят, что трудились здесь с сентября прошлого года Сначала им платили ежедневно, в среднем по 2000 тенге Потом деньги исчезли, выяснилось, что договор с ними подрядчик заключил всего на два месяца Наша не грамотность еще, безграмотность, не прочитали ничего Оказывается, до 25 декабря Но по закону-то она же должна была, если продолжает с нами работать Она должна была пролонгировать этот договор дальше Вместо этого она скрыла ничего, не сказала нам, что договор закончился И мы два месяца работали без договора Аким Сила утверждает, что заказчик капитального ремонта детсада районный отдел образования Там-то и выбирали компанию подрядчика По словам Валерия Горбули, он не раз обращался с официальным письмом к директору строительной фирмы Я практически на нее влиять не могу Потому что она после вот этих вот всех писем Она меня предупредила Ты вмешиваешься в частную предпринимательскую деятельность Я имею право на тебя обратиться в прокуратуру А оно на самом деле так Тем временем детский сад в Софиевке пустует Здесь нет ни малышей, ни строителей По словам местного Акима, масштабы этой проблемы уже вышли за пределы района Недавно объект посещали областные чиновники Надежда Полинка, Марат Кураков, Седьмой канал Мы связались с руководителем отдела образования Целеноградского района по телефону И вот что он нам сообщил По словам Ханата Ахметова, в прошлом году строительная компания не смогла освоить бюджетные средства в полной мере Финансирование подрядчику выделено повторно Ремонтные работы в детском саду обещают закончить в ноябре этого года По программе ЗАИС-2020 на проведение капитального ремонта детского сада на 70 мест в Софиевке Было выделено из ресурсовского бюджета 132 миллиона На этой цели были заключены договоры ТОС-НС Где является директором Руди Елена Александровна В связи с поздным заключением договора Работа выполнена в неполном объеме Работа выполнена на 83 миллиона Остальные сумма выделена Возвращена бюджет На сегодняшний день В августе текущего года Выделены средства в сумме 61 миллион На завершение капитального ремонта Ремонта